ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Огромные молодцы. Несмотря на все эти информационные вбросы, которые под каждым видосом пишут. Типа, вот, вступил в команду, не тащим. А потом смотришь, человек подписан либо на другого блогера, на нас не подписан, либо это вообще новый созданный аккаунт. Я задолбался их банить, ну и бороться с ними, в принципе-то, и бесполезно. Ну и также самая неприятная для меня вещь, это огромное количество ботов, которые загнали за нашу команду, которые специально сливают бои, пишут там за Кормана, едут в угол карты и стоят, ничего не делают. У меня даже на стриме были моменты, когда танки просто поднимали ствол и бортом выезжали под противника, отдавались им. Ну и только против одного противника, разумеется. Это всё тема отдельного видоса. Как бы, давайте, честная игра, всё. Но, несмотря на все эти огромные трудности, которые предстоит преодолеть нашей команде ещё и впереди, не последний день битвы блогеров, мы не сдаёмся, ребят, движемся дальше, для меня просто многократно вырастает ценность тех игроков, которые получат наш стиль. Потому что эти люди играли не благодаря, не на изи режиме, а вопреки, вопреки всем тем козням, которые соперники им строили. Спасибо вам огромное, ребята. Теперь переходим к новостям. И первая новость, это то, что я обновил модпак, как и обещал. Сегодня 31 января. Проверили все моды в режиме битвы блогеров, так сказать. Провели эксперименты на собственной команде. Всё работает хорошо. Ни одного бага выявлено не было. Поэтому были обновлены моды для режима битвы блогеров. Теперь всем они абсолютно доступны. И второй момент. Обновлен P-мод. Там были какие-то недочёты. Ну, в общем-то, я не спрашивал конкретно что. Просто автор P-мода мне его дал, сказал, там есть что поправить. Поэтому те, кто играют в битве блогеров, я рекомендую, ребят, использовать, во-первых, обновить модпак. Во-вторых, лучше использовать лайт-версию. Потому что лайт-версия не зависит от XVM, её в ней нету. А XVM в битве блогеров сами XVM-щики выключили. Ну, потому что им не нужен геморрой с багами. Вот. Так что обновляйтесь, и будет вам счастье. Теперь всё у всех работает. И у всех никаких багов не должно быть. Следующий момент. Это то, что вы видите на экране СУ-130ПМ. Хорошая новость заключается в том, что со следующей недели, то есть с понедельника, с 1 февраля, этот танк будет доступен в премиум-магазине. Плохая новость, то что этот танк будет доступен за бабло. Получить бесплатно пока что его возможности никакой нет. Но машина отличная, великолепная. Мне последние дни часто люди спрашивают, хотим что-нибудь задонить. Что задонить, посоветую какой-нибудь танк. Вот советую. СУ-130ПМ. Ходит много слухов, ходит много споров. Какой танк лучше, Скорпион G или СУ-130ПМ? Скажу сразу, обе машины хороши по-своему. Из них нет никакого-то явного лидера. Они мне нравятся попеременно. То я кайфую на Скорпионе, на Сушке не очень хочу играть. То я кайфую на Сушке, Скорпион мне не устраивает. Разница заключается в следующем. Сушка скрытная, Скорпион нет. Сушка с большой альфой, Скорпион нет. Ну у него тоже неплохая альфа. Скорпион точный, Сушка нет. Сушка, я уже сказал, что с хорошей маскировкой, да? Оба танка очень подвижные. Но Сушка подвижнее. Короче, если смотреть по голым фактам и по статистике, Сушка гораздо лучше Скорпа. Но если собственные предпочтения оценивать, для меня эти танки равны. Рекомендую оба. Теперь, как и обещал, пара слов о черном рынке. Как вы знаете, битва блогеров, так же как и черный рынок, это два события, которые призваны, ну скажем так, просадить игроков по серебру, которые игроки накопили за новогодние активности. В этом нет ничего плохого. Это даже, я бы сказал, помогает танкам. Потому что в течение всего остального года тотального голодострельства в рандоме нет. И в принципе, игрокам в этом случае живется комфортнее. И как вы помните, в прошлом году черный рынок прям пришелся в разгар битвы блогеров. В этом году мы узнавали у разработчиков, обещали, что такого больше не повторится. И я напомню, что причина, почему в том году черный рынок пришелся прямо на разгар битвы блогеров, заключалась в том, что на протяжении практически всего января компанию, точнее сервера игры, сильно дедосили. То есть было смещено множество режимов, ивентов, по срокам, по датам, и чтобы в график уложиться, который обычно расписывается, как вы знаете, планирование в крупных компаниях, как и во многих учреждениях, делается на год вперед. И чтобы во всем этом разнообразии уложиться в график, вот пришлось черный рынок наложить на битву блогеров. В этом году, сказали, не наложится. Потому что вроде бы все пока что нормально идет. Соответственно, как вы знаете, где-то в ноябре был слив с зарубежных ресурсов, где уже даже показали, какая, возможно, будет техника на черном рынке. Ну и, как вы понимаете, после битвы блогеров, я пока что не готов прям 100% говорить, потому что позиция неофициальная, но ожидается черный рынок. Поэтому будьте готовы. Обычно в первый день на черном рынке выбрасывают премтехнику за серебро, а потом уже лоты попроще до самого конца идут. В конце тоже что-нибудь хорошее бывает. Ну и последняя новость на сегодня, ребят. Три новых танка в акции в бой на... Соответственно, с 1 февраля стартует. Как вы знаете, суперконя, ветку суперконя выбрали игроки. И весь месяц всю ветку суперконя можно будет вкачивать гораздо быстрее. С дополнительными боевыми задачами, плюшками, опытом и так далее. Покупать дешевле. В общем, суперконь, классная машина. Еще два танка нам, разработчики, в бой на дают. Это ветку на гриля 15-го и ветку на Т-100ЛТ. Если вы меня спросите, на кого прокачивать в первую очередь, я скажу так. Суперконь просто мастхэв. В первую очередь качаем. Ветка Т-100ЛТ шикарная. Ну, по крайней мере, с 8-го уровня начиная. И, наконец, ветка гриля. Она хоть и стоит в этом списке на последнем месте, но она тоже великолепная. Великолепная. Просто она менее, скажем так, рашевая, да? Все-таки там борщ, вафлепазик. Все они любят постоять. Точнее, вафентрагер. Все они любят постоять в кустах. На этом все. С 1-го февраля на весь месяц идет акция в бой. На. И три ветки будут доступны. Вроде бы все новости, которые я хотел рассказать к этому часу. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. И до скорых встреч.